Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Белорусский диктатор Лукашенко дал новое интервью, в котором рассказал, что Путин не взял Киев за три дня только потому, что ему не очень-то этого и хотелось. А также заявил, что все цели СВО в принципе уже достигнуты, поэтому войну можно прекращать. Войска России, которые были на окраине Киев, ушли оттуда. Ушли. И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. Да, войска России просто ушли в качестве жеста доброй воли. А вовсе не потому, что получили по зубам. И никаких боев за Киев не было. И все эти сожженные российские танковые колонны в пригородах украинской столицы, которые я в том числе лично снимал, они нам всем просто привиделись. По мнению Лукашенко, этих потерь не было. А Путин не стал брать Киев просто потому, что не захотел. Потому, что ему людей было очень жалко. Я говорю, ну, война, войной. Ну, чтобы война закончилась, естественно, надо столицу. Взять столицу. Он мне говорит, ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно. Но погибнет огромное количество людей. И поэтому Путин вместо того, чтобы взять Киев, решил растянуть бессмысленную войну на полтора года. Просто из жалости к людям. Ну да, это же очень логично. Так-то за полтора года людей погибло намного меньше. Но центральный месседж в интервью Лукашенко прозвучал дальше. Белорусский диктатор заявил, что в принципе все цели войны уже выполнены. И спецоперацию можно сворачивать. Смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России, как это было до войны. В общем, если верит Лукашенко, цели СВО состояли в том, чтобы без всякого смысла положить несколько сотен тысяч человек, разнести до фундамента половину Донбасса, помочь украинской армии перевооружиться и получить современное западное оружие, а также заставить украинцев ненавидеть Россию на поколение вперед. И если цели спецоперации действительно были такими, то тут с Лукашенко не поспоришь. Они действительно выполнены. И самое потрясающее, что миллионы российских патриотов реально поверят даже в такое. И будут искренне убеждены, что все, что произошло, это был такой хитрый план Путина, который в очередной раз всех переиграл. В районе Работина они продвинулись. В районе Клещевки они продвинулись. Также вчера мы вынуждены, наши подразделения были вынуждены оставить населенный пункт поселок Урожайное. Российские военкоры и военные эксперты все чаще признают, что переданные Украине западными союзниками кассетные боеприпасы реально наносят российской армии огромный урон и вынуждают ее нести серьезные потери. Два месяца российские пропагандисты из каждого утюга уверяли, что украинское контрнаступление не имеет успеха и Украина ничего не добьется. Но теперь отдельные робкие голоса, причем в эфире российских федеральных каналов, признают, что украинская армия все же добивается успеха и продвигается вперед. Противник смог продвинуться. Некоторые эксперты говорят, вот минные поля, они не могут пройти минные поля. Тем не менее, они временевский выступ уже срезали практически, да. В районе Работина они продвинулись. В районе Клещевки они продвинулись. Также вчера мы вынуждены, наши подразделения были вынуждены оставить населенный пункт поселок Урожайное, да. Казалось бы, никакой трагедии в этом нет, но тем не менее противник продвигается. Никакой трагедии нет. Просто российская армия, которая собиралась брать Киев за три дня, теперь отступает и сдает села в Донецкой области. Вот этот эксперт, который это все рассказывает, это, между прочим, бывший министр информации ДНР Даниил Бессонов, который теперь работает обычным экспертом на российском телевидении. И вот эти неудачи российской армии, о которых он говорит, Данил Бессонов как раз-таки и поясняет тем, что в ВСУ стали применять кассетные боеприпасы и этим вынуждают российских захватчиков отступать. Противник применил кассетные боеприпасы и нашим бойцам пришлось оттянуть. Бережем людей. Как они берегут людей, все уже видели. Так что дело не в каком-то особом сбережении, а в том, что у них эти люди банально заканчиваются по причине того, что перестают существовать. К слову, на пресловутые кассетки жалуются не только Данил Бессонов, но и другие российские военные о них тоже пишут. Например, вот что пишет в своем телеграм-канале российский полковник Петр Шувалов. Он тоже жалуется на кассетки и признается, что российская армия несет страшные потери. Не учитывать фактор современных западных кассетных боеприпасов нельзя. Ими безбожно выкашивают и бойцов на фронте, и не только на передке, и гражданскую инфраструктуру в тылу. Нам нужно было бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставку кассетных боеприпасов на Украину. Заявить, что мы такие использовать не будем. Раздергать европейцев, у которых кассетники запрещены, шанс был. Но нас взяли на слабо. Мы радостно повелись и заявили, что у нас этих кассетников прям свалки вместо складов. Да, у нас их много. Можете фотографии поискать. В основном убитый временем неликвид. Остальное морально и технически устаревшее. И с носителями все не очень хорошо. Теперь откатить ситуацию назад нельзя. А когда тебя поймали на слабо, пугать тем, что мне аж дважды не слабо, глупо. В ГШ, Генеральном штабе это уже понимают. Но еще выше наверх донести ситуацию не могут. Решения нет. Отдуваются парни на передовой. А это очень непросто. В условиях проблем с медициной, при ранениях от кассетных боеприпасов умирают часто. Это очень мучительная и страшная смерть. Противник научился. Да, представьте себе, они тоже учатся обрезать артой пути подхода подкрепления или отхода сил. А окопы от кассетников не спасают. Бинтиком-жгутиком уже не спасешься. После кассетника нужна основательная медпомощь, если уж выжил. В окопах образуется жуткая каша из живых и умирающих, которым порой совершенно невозможно помочь. Про проблему кассетных боеприпасов вам кричит не какой-то полковник с госпитальной койки. Про эти проблемы вам кричат голоса сотни умирающих в жутких муках ребят в окопах. И вдовы сотен убитых ими только за эти пару недель. И я специально не уточняю, действительно ли сотни или уже тысячи. Не будем радовать противника статистикой. Армии нужно решение. Ситуация с кассетниками страшная. А самое паршивое, мы пытаемся замолчать проблему, когда нам нужно решение. В общем, я продолжаю удивляться этим людям. Они ворвались в чужую страну. Начали идиотскую войну. Цели которой сами не способны внятно сформулировать. Они постоянно жалуются, что им оказывают отпор. Подумать только, да, они напали на Украину, а там украинцы вероломно сопротивляются. Еще и в ответ по ним бьют кассетниками. Какое коварство. То есть вот они постоянно ноют, жалуются, рассказывают о каких-то страшных жертвах. Но при этом продолжают эту безумную, бессмысленную, идиотскую войну, которая не имеет вообще никакой внятной цели. Продолжение следует...